Два поражения за один вечер для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Палата общин утвердила закон, который обязывает его попросить Брюссель об отсрочке Брексита ещё на три месяца. Кроме того, законодатели заблокировали попытку премьера объявить о досрочных выборах, которые могли бы принести ему желаемое большинство в парламенте. «Предложение не набрало необходимого большинства». Несмотря ни на что, Джонсон намерен вывести Великобританию из ЕС 31 октября с соглашением или без. Оппоненты премьеры опасаются, что хаотичный выход из блока навредит торговле и свободному перемещению людей, навредит экономике и приведёт к нехватке еды, топлива и медикаментов. Джонсон говорит, что ему нужна угроза неконтролируемого выхода, чтобы вынудить Брюссель пойти на уступки. Он также заявил, что откажется выполнять закон об отсрочке. «Я отказываюсь это делать, господин спикер. Очевидно, что это единственный путь для страны». Джонсон предлагал провести досрочные выборы 15 октября, за несколько дней до саммита ЕС, на котором собираются обсудить вопрос Брексита. Лидер оппозиции Джереми Корбин сам раньше призывал провести голосование, однако теперь изменил свою позицию. «Давайте сначала примем закон и получим одобрение королевы. Затем мы сможем поддержать выборы и одновременно удостовериться, что выхода из ЕС без соглашения не будет». Закон об отсрочке также должна утвердить Палата лордов. Кроме того, его рассмотрение может затянуться из-за многочисленных поправок. Это означает, что утвердить его могут и не успеть. Между тем, если парламент всё-таки утвердит досрочные выборы, то эксперты ожидают трёх возможных вариантов развития событий. Правительство под руководством Джонсона с большинством в парламенте. Либорийское правительство во главе с Корбином, который обещал провести новый референдум и вообще выступает против выхода. И последний вариант – подвисший парламент.